Вы буквально охотник. Охотник на броню. Снайпер. Это противотанковая управляемая ракета «Милан». Как говорится, ПТРК «Милан» — всё, что вы хотели о нём узнать, но стеснялись спросить. Разработан в 80-е годы. Конкретно версия вторая, которая у нас имеется, была принята на вооружении в 84-м году для нужд французской и армии Федеративной Республики Германия. После чего достаточно широко разошёлся по миру из-за своей простоты, удобства и эффективности. Дальность пуска — 25 метров, 2 километра. ПТРК «Проводной» при полёте ракеты в её хвостовой части, собственно, разматывается провод, который позволяет нам управлять ракетой и корректировать её курс во время полёта. Масса ракеты — 12 килограмм. Из них, собственно, сама ракета — это 6,73 килограмма. Остальное — пусковая труба. Масса, собственно, взрывчатого вещества в самой ракете — около 3 килограмм. Обеспечивает пробитие до 800 миллиметров гомогенной брони. Любая важная цель в поле зрения нашего комплекса может нами поражаться. В данном случае все манипуляции от сборки до непосредственно боевой стрельбы может производить один человек. Но, конечно же, вдвоём веселее, а втроём вообще замечательно. Когда роли чётко распределены и каждый знает свой манёвр, то на всё это уходит меньше минут. При стрельбе с пикапа всё ещё проще. Птур уже собран, ракета в него заряжена, и вам нужно просто выкатиться на позицию, быстро найти цель, произвести пуск и, собственно, либо уехать, либо зарядить вторую ракету и произвести повтор. Так как время полёта ракеты на 2 километра составляет 12,5 секунды, я думаю, вы представляете себе, насколько малы это сроки по времени. Самым трудным является в данном деле — это подготовка командира расчёта на тактическом звене и подготовка наводчика, именно как умелого оператора. Потому что произвести выстрел из Птура достаточно просто, а вот довести ракету на цель, особенно если она движется, это уже работа другого порядка. Она требует от наводчика большой выдержки, твёрдости и полного погружения в процесс. Наводчики здесь, скажем так, это самые особые люди. Это люди с особым складом, которые не склонны паниковать, мельтешить. Это должны быть спокойные, твёрдые, уверенные в своей работе люди. На конкретной этой установке изображён тактический значок автомобиля — это «ГАЗ-Тигр» и значок радиолокационной станции, то бишь РЛС-контр-батарейной борьбы «Аистёнок», которую мы поразили за один заход. Думаю, что вскоре у нас будут ещё задачи, и количество этих значков станет как больше, так и разнообразнее.